Девушки отдыхают В область сердца Или в область, где пока скучают крылья Но спасибо доктору, который сделал мне прививочку от горя Вместо сердца пламенный мотор И крылья поноворастают вскоре Только попрошу еще сейчас я Прежде чем в нирвану окунуться Сделайте прививочку от счастья Для баланса, чтобы не свихнуться Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот мы решили, что раз мы сюда приехали Мы подумали, что почему бы не сделать такой формат Который мы на самом деле любим иногда Тоже и делаем для наших зрителей Ну не так часто, как нам бы хотелось на самом деле Но иногда мы такое практикуем Это такая импровизация Формат совершенно открытый Это значит, что мы готовы к диалогу И если у вас есть вопросы к нам Мы будем очень им рады Вот, у нас есть, ну вот мы так придумали У нас есть бумажки и ручки Если вы хотите задать нам какие-то вопросы Ну стесняетесь, выходи сюда Ну мы тоже стесняемся Мы знаем, как это Ну в общем, есть бумажки И вы можете на них написать вопросы Или может быть у вас есть Либо что-то хотите сказать нам Ну не знаю, что-нибудь хотите сказать нам Что типа, не знаю, ну вы плохо там читаете Или может у вас есть какие-нибудь пожелания Ну в общем, все, что захотите Вы можете написать И Вероника соберет Или Даня соберет И мы почитаем И постараемся ответить на ваши вопросы И пожелания вашего чести Вот Да, если вы хотите И можете задавать вопросы с места Просто говорить Ой, я все, не хочу вас слушать больше И хочу говорить сам Вот, это тоже приветствуется Ну в общем, вот так вот А Даня сегодня, допустим Вот он уже начал, да Он читает стихи одного автора Павла Фахардинова Он скажет это в микрофон сам Это современный автор Ну мы из театра современной драмы Как бы Ну мы стараемся Мы стараемся Изучать материал современный Ну вот Злата, допустим Сегодня читает Не совсем такого уж Современного Современного автора Но я считаю, что Тут важнее именно то, Что она сама это выбрала То есть важнее не материал даже А то, что откликается Лично у каждого человека Ну вот, короче Я пока замолкаю Да, ты мой сон Ты выдумка моя Зачем же ты приходишь ежечасно Глядишь в глаза И мучаешь меня Как будто я Над выдумкой невластна Я позабыла все твои слова Твои черты И годы обещания Забыла все И все-таки жива Та теплота, которой нет названия Она как зной ровная струя Живет во мне И как мне быть иною Ведь если ты И выдумка моя Моя любовь Не выдумана мною А я хочу почитать вам Полоскову Я такого выбрала автора Стиснув до белизны кулаки Я не чувствую боли Я играю лишь главные роли Пусть они не всегда велики Но зато в них всегда больше соли Больше желчи в них Или тоски Прямоты Или истинной боли Они страшно подчас нелегки Но за них и награды поболим Ты Ты же хочешь заставить меня Стать одним из твоих эпизодов Кадром фильма Мгновением дня Камнем глупких годических сводов Твоих замков Ключами свинья Забереть меня в дальний из комнат Своей памяти И не броня И веня Позабыть и не вспомнить Только я не из тех Что сидят по углам В ожидании тщетном великого часа Когда ты соизволишь вернуться к ним Там, где оставил Темна и безлика их масса Ни одной не приблизится к главным ролям Я не этой породы В моих волосах Беспокойный и свежий Безумствует ветер Ты узнаешь мой голос В других голосах Он свободен и дерзок Он скучен и светил У меня в жилах Пламя течет, а не кровь Загибая в зрачках Обжигающим соком Я острота И знай быть Не надо пророком Чтобы понять, что стреляю Я в глаз, а не в бровь Ты мне нравишься, мастер С тобой хоть на край Хоть за край Мы единым сиянием обиды Эта пьеса Судьба твоя Что ж Выбирай Если хочешь Я буду твоей Маргаретой Нельзя за любовь Любое Нельзя, чтобы то, что всем За любовь Платят Любовью Или не платят За всем Принимают И не смущаются Просто благодарят Или И так случаются Спасибо не говорят Горькое Вековечное Не буду судьбу горить Жалею тех, кому Некого И нечего подарить Как Маша и сказала Я тут не сам Называть своего автора Нет, это все хорошо Потому что это Павел Фахарддинов Современный поэт Почему я его выбрал Потому что Я сам магаданец Я здесь вырос 16 лет жил И это тот поэт Которого я здесь открыл Который Открыл Для меня Глаза на мир Не знаю На какую-то Его свою философию Своеобразную И во многом Благодаря нему И его стихам Я пошел вообще В театральный институт И стал актером Тоже Ты нам указал В нашей жизни Все тонко И мы вряд ли Когда-нибудь Стерпимся с нею Бог Пожалей хотя бы котенка От котенка Не станет теснее От слез Огрубела твоя щека От трудов Онемели пальцы Бог Пожалей хотя бы щенка Должен же кто-то Остаться из наших Кто будет с тобой знаком Кто нас По тебе узнает Бог Пожалей котенка Щенком Пусть они Не вырастают Друзья Может быть У кого-то уже есть Народ жаждет Чтобы мы рассказали О нашем театре В общем Очень трудно Рассказывать О нашем театре Микрофон Если честно Да Слышно Очень хорошо Это правда Не очень Не люблю Ну что Я могу вам рассказать Это такая что ли Наверное Интересная Ну в общем Биография Трошечка биография Вашего театра Ну Вообще Она такая Достаточно Сложная Какая-то Такая биография Нашего театра Потому что Она не цельная Она какая-то Разрозненная Очень У нашего театра Название Вспышка Может быть Стоит начать с этого Почему Вспышка Потому что Это название Досталось нам По наследству Можно так сказать Дело в том Что когда-то В 12-м году Кажется Вернее В Санаярске Собралась Группа Людей Которые Были студентами Студентами В частности Медиками И среди них Было очень много Фотографов Еще И это Были люди Которые К театру Не имели Никакого отношения Практически Единственная Их страсть Была Это Была Писать Пьесы Писать Пьесы И читать И слушать И В общем Изучать Современную Драматургию Такой Какой Она появилась В те годы Она появилась В начале 2000-х И Ребята Просто собрались На каких-то там Квартирах Они собираются Просто читали Пьесы Современные Вы знаете Наверное Что вообще Современной Драматургии Сейчас очень много И она Очень разнообразная Вот на этом фестивале Читается Три по вам Пьесы Которые Самые последние И пьесы Пишутся Пишутся Их много Они Какие-то Хорошие Какие-то Очень плохие Какие-то Дурацкие Которые Какие-то Невозможно Большей части Ну нет Не потому что Они плохие Потому что Они очень разные И к ним Нет ключа Еще Есть театр Такой Плюс Что нам Понятный Где у нас Ключ Или Мы знаем Ого Это надо Играть Квартиру Выгордить Сыграть А это Как сыграть Мы не знаем Вообще Абсолютно Как это Играть Поэтические Какие-то Поэтические Много Каких-то Пишутся Непонятно Вот Поэтому Очень часто Современные Драматургии Читают В читках И вот Ребята Собрались Собирались Сначала Маленькими Компашками Потом Их стали Разрастаться Их стало Больше Потом У них была Фотостудия Которую Чаще всего Читали И Поэтому Пройдется Такое название Вспышка Потому что У них была Такая еще фишка Что Фотозоны Делали Знаете То есть люди Переходили На такую Тусовку Они фотографировались В каких-то Элементах Из спектакля Из дочитки Да Что-то Придумывалось Какие-то Сложные И Вот Так Родилось Это Название А Нас Там Не было Вспышка Постепенно Развивалась Какие-то Ребята Стали Писать Профессионально Ну Как-то Так Более Качественно Профессионально Какие-то Ребята Который Остался С тех Времен В театре Один У нас Дмитрий Он Стал Актером То есть Он был Медиком Стал Актером Вот И И Вот Собственно По сути Сейчас Только Он Один Остался В нашем Театре А мы Я Собственно Пришла В театр И сказала У нас Классная Тусовка Потому Что Как бы В чем Прикол Современного Театра В том Что Он дает Такую Тусовку Люди Приходят Не просто Они Отдельно Театр Отдельно А зрители Отдельно А в Современном Театре Появилась Такая Тенденция Что Это Не в зрительном Зале Сидят Еще Варианты Придумываются И Вот Ощущение Тусовки Очень Классное И Мне захотелось Поработать Я всегда Работала С Современной Трамой И Вот Мы Начали Ставить Не просто Читки А делать Пьесы Спектакли И Вот Так Закрутилось Собственно И Потом Появились Ребята Они Уже Молодое Поколение Выпускники Нашей Театральной Академии Сейчас Институт И Вот Так Наш Театр Существует Он Существует Как Классический Театр У нас Нет Труппы Нет У нас Нет Вмещения Вообще В принципе У нас Нет Есть Какие Базы Точки Которые Дают Нам Место Для Петиции Допустим Да Какие-то Мы Находим Варианты Это Очень Сложное Дело Очень Сложно Существовать Независимый Театр Я не Жалко Наши Спектакли Вот Из-за Специфики То, что У нас Нет Своего Помещения У нас Специфика Такая Что Мы Как Раз Занимаемся Сайд Сайд Специфик Жанров То Наши Спектакли Подстраиваться Под то Помещение Которое Мы Берем Зай Вот Такое Место Отлично А что Здесь Можно Сделать Вот Такой Спектакль Классно Роботы Допустим Они Родились Из того Пространства Которое Мы Приехали По сути Я Срепетировалась Репетировалась Но Мы Потом Приехали В одно Место Заселились И Там Был Такое Пространство Просто Не Сценичное Абсолютно Такой Ангар Побещение И у него Были такие Синие Стены И я Такая Ооо Там была Сцена Отдельная Сцена Я говорю Сцена Нет Фигня Нам нужна Сцена А вот Эта Стена Синяя Класс И вот На этой Синей Стене Родились Роботы Они Сейчас Играются В черной Коробке Вчера В black Box Но На этой Синей Стене Было Вообще Круто Вот Именно Эта Синя Стена Слепое окно Смотрит На круг Двора В этом Дворе Гладиаторы Дети Ведут Войну Родители Судьи Решают Кому Пора Бесславно Окончить Бой Уйти В тишину Не столько Вальгаллы Сколько Сначала Ванну Мыть руки А после Залатывать В ладах Бреж Мама Когда я Вырасту Я обязательно Стану Станешь Станешь Только Сначала Донешь А в это Время Серегу Ранили Вовку Убили Трусливый Виталик Спрятался Вовремя В домике Окно Помнит Всех Гладиаторов Что здесь Были И тлеет Фонарик Физиалисе На подоконнике Я вообще хотела бы Сейчас рассказать Как я попала Вовку Это все рассказали А я нет Это вообще Не знаю Уникальная История Потому что Меня могло бы И не быть здесь На самом деле Вообще Роботы тоже плачут Хотели другую актрису взять Но она отказалась И В общем Подождите Хорошо Я тоже Закончила Институт искусств Красноярский Сразу же Уехала В Волокотский Драматический Проработала Там год Мне не понравилось Приехала В Красноярск И поняла Что Что-то Мне не хватает Театра Я хочу Все-таки Что-то играть Что-то Связанное С моей профессией Но я просто Начала Работать Педагогом В школе Это было ужасно Извините меня Конечно Если вдруг Тут есть какие-то Педагоги Просто я училась На актрису И для меня Вот Это важно было Вот И через полгода Как я приехала Настал Новый год И Маша решила Поставить Детскую сказку И долго решала Кого взять И как-то я так Набралась смелости Говорю Маша А может меня Она такая Ну я подумаю Ну если что Я тебе напишу Ну как это всегда В принципе Все отвечают Директора Удивительные руководители Вот И где-то наверное Через неделю Я уже забыла про это Думаю Ну все Не получилось Мне во вспышку Там попасть Ну и ладно И Маша мне пишет Злата Я никого не нашла Давай ты будешь Я уже честно Дословно не помню Но вот В общем Смысл такой Ну вот так вот Да Просто такая же ситуация С роботами произошла Ну немножко по-другому В общем Мы сыграли Этот Придумали Спектакль Детский И сыграли И во время Во время того Как мы Создавали Детский спектакль Пошел вопрос Про роботов Ну На тот момент Мне Я вообще была Стеснительная девушка И мне в принципе Было тяжело Сказать Что я хочу Вот этого Я буду здесь И все И в общем Я присутствовала Просто при разговоре Маши По-моему Димы Еще кого-то И они разговаривали Ой А кого позвать На Роль Робота Женщины Робота Надо Домникову Позвать Ну там Это у нас Актриса В театре Пушкина Крутая Там и все такое И Я просто При этом Разговорив Так стояла Ну типа В общем Пыталась Как-то на себя Внимание Привлечь Ну если что Я могу Да Это все было так И Это Домникова Отказала И Маша мне опять пишет Злата У меня никого нет Давай ты попробуешь Я говорю Давай И мы очень долго пробовали У нас мало что получалось Ну мне так кажется И в итоге Вот Все произошло И кто был вчера на спектакле Ну это видел Я Да Очень рада А так Я читаю Я читаю Веронику Тушнову Я очень люблю Эту женщину Эту поэтессу Я познакомилась с ней Когда поступала В институт Ты Когда-нибудь Плыл по широкой воде Обнимающей плотно и бережно тело И чтоб чайка в то время над морем летела Чтобы облако таяло в высоте Ты когда-нибудь Ты когда-нибудь В зной Добредал до ключа Что коряги и камни Обегает журча Что висящие корни Толкает и лижет И на мох серебристые шарики ниже Ты ложился И пил этот холод В захлеб Обжигая им Пыльные щеки И лоб Ты когда-нибудь После очень долгой разлуки Загревал свое сердце О милые руки Ты когда-нибудь Слышал В полутьме В полусне Дребезжащий по крышам Первый дождь по весне И рябячая лючонка Тебя обнимала И удача большая В работе бывала Если так Я почти согласиться готова Счастлив ты Но Ответь на последний вопрос Ты Когда-нибудь Сделал Счастливым другого Ты молчишь Так прости мне Жестокое слово Счастье в жизни Узнать тебе Не привелось Ну ты расскажи давай Что-что-что Как пришел в театр Как пришел в театр Да, вспышь в театр А, вспышку О, господи Моя биография началась Да Ну как Я закончил Краснодарскую академию В узкие театра Потом Пошел в армию Пока ждал свою жену На курс младше меня Я закончил армию На закончен институт Мы поехали в Пермь Там Поработали два года Вернулись в Красноярск А вот с Машей и Димой Мы были знакомы Как раз еще Когда мы учились в Красноярске У нас Красноярский театр Пушкина Проводил Фестиваль Драма Новый Кот Искали тоже Новую драму И ребят Туда ходили тоже На фестиваль Мы там познакомились И потом Когда мы из Перми Приехали Мы такие О, ребят, привет А мы приехали из Перми И мы актеры И мы хотим работать Мы такие О, давайте к нам Все Вот так вот Там было не так Мы сюда сказали Ну это вкратце Вкратце Что с ними делать Вообще Но потом Как-то постепенно Мы еще как-то И трогаем Бернард пишет Эстер У меня есть семья И дом Я веду И я с роду Не был никем ведом По утрам Я гуляю с джессом По ночам Я пью Рон сальдом Но когда я вижу тебя Я даже дышу с трудом Бернард пишет Эстер У меня возле дома Прут Дети ходят туда купаться Но чаще врут Что купаться Я видел все Сингапур и Бейрут От исландских фьордов До сомалийских руд Но умру Если у меня тебя Отберут Бернард пишет Доход Финансы И аудит Джип с водителем Из колонок Поет Эдит Скидка 30% В любимом Баре Но наливают Всегда В кредит А ты смотришь И словно Бог мне в глаза Кредит Бернард пишет Мне 48 Как и прочих Светским Пришивым Львам Я вспоминаю Кто я По визе Паспорту И правам Ядерный могильник Водой Затопленный Перлован Подчиненный Как кегль Считай По головам Но вот если слова Это тоже деньги То ты мне Не по словам Моя девочка Ты Красива Как Банши Ты пришла Мне сказать Умрешь Но пока Дыши Только не пиши Мне Эстер Пожалуйста Не пиши Никакой души Ведь не хватит Усталой Моей души Забери Господи Душу Которую Все равно Не дал Я приколю Себе К сердцу Это событие Как медаль За то Что и это И еще Многое Что проживу Но вряд ли Пойму Судя по Замыслу Твоему Когда видишь Парня без позвоночника Осколок Снаряда Дай силы Поверить Что все В твоем Мире Как надо Или нам Неразумным Или парню Или тому Снаряду Я живу Рядом с теплым окном Я знаю Я знаю Что Еще Проживу Но вряд ли Пойму Судя по Замыслу Замыслу Твоему Мне говорят Нету 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 Любви Мне говорят Как все Так и Ты Живи Больно Многого Хочешь Нету Людей Таких Зря Ты только Морочишь И себя И других Говорят Зря Не Зря Грустишь Зря Не лешь И не спишь Не глупи Все равно Ведь уступишь Так уж Лучше Сейчас Уступи Она Есть 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 Она Здесь 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 В сердце Моем Теплым Живет Птенцов В жилах Моих Жгучим Течет Свинцом Это Она Света В моих Глазах Это Она Соль В моих Слезах Зрение Слух Мой Грозная Сила Моя Солнце Мое Горы Мои Моя От Забвения Защита От Лжи И Неверия Броня Если Ее Не Будет Не Будет Меня А Мне Говорят Нету Такой Любви Мне Говорят Как все Так И Ты Живи А Я Никому Души Не Дам Потушить А Я И Живу Как Все Когда Нибудь Будут Жить Музыка 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 Божественная Музыка Помога Музыка Зарабатывай Музыка Зарабатывай С Зарабатывай В Зарабатывай я хочу написать для вас что-нибудь что у вас была авторская музыка просто так вот и написал первое произведение которое понравилось это было саундрама практически это было практически 40 минут это произведение без перерывов почти что маленькая симфония в таком электронном формате такая песня была современная дима нас это было вытаскивать очень сложный называется rose the rose это ссылка к фраза из стихотворения американской поэтессы и очень такой текст очень сложный очень сложный про какие-то реалии политические какие-то вот в этой стране маленькой да и он написан в стихах белый стих белый стих просто поэтический такой текст которым нет никаких героев я сказал ты сказал по очереди нет ни сюжета ничего вот она идет просто текст про какие-то события работ автобус взорвавшийся там вот и вот такой вот просто девочка раз мелодика этого текста белого стиха идет красиво там все и видим давайте напиши сереже это правда получилось прикольно и это никуда нигде а главная фитка то есть мы один раз это показали один раз всего но это был совершенно непонятно ну то есть он текст тут его читаешь читаешь стихотворение да вот сами понимаете когда читаешь стихотворение глазами ты его очень хорошо много можешь понять да когда ты слышишь его вот так в живую немножко сложнее улавливать на слух да если какие-то есть тексты более понятные да то когда он такой вот непонятно про что то есть он воспринимается только как музыка что ли и это было по сути вот это была такая музыка потому что там на весь текст была вот эта сережина музыка до сих пор меня в телефоне есть вот именно ребята читали что будет классно если этот проект я позову композиторы которые напишут конкретно но это во-первых удобно это удобно мне как режиссеру я объяснила все он написал мне надо ничего подбирать но мне хотелось чтобы это было вот такое звучание интересное такое потому что очень сложно было найти вот этот текст что-то не знаю поэтому я вспомнила про сережу меня были какие-то еще там люди какие-то композиторы же много в городе и как-то подумал что серёжа это будет то что надо но у нас для одного не только живая музыка да там каждое спектакль и своя музыка и ведите на это очень уникально там еще пришлось много работать только над треками в их классическом понимании но и над сам дизайна потому что там очень много робота голосов да тоже пришлось обрабатывать и накладывает на нее определенный параметры звучания потому что они звучали именно так как хотелось режиссеру чтобы они еще под придавали произведению какие-то вторые третьи подтексты что музыка тоже жила в пьесе собственным смыслом и дополняла то что не сказано в текстах героев какие-то смыслы между строк и добавляла роботом человечестве людям запрограммированности я же музыкант и и этот как хобби обычной советской жизни я журналистом в красноярске и писать много возможностей нет но я пишу просто произведение а спектакль но это второе возможно когда призвание материальные запросы интерфакс и есть произведения которые для некоторых фильмов красноярске звучат внутри моим авторством есть просто музыка вконтакте можно скачать но авторские собственно произведение которые просто так от души вконтакте много набирайте сергей заставалов это я в треках поиски будет там в основном это разная музыка это фотопиано мне очень нравится это электроника это такие так называемые окружающие в лаке которые просто является фоном если честно то нет тогда тем более вы знаете на самом деле такая история интересная многие люди которые имеют музыкальное образование говорили что они не могут подписать почему я спрашивал удивительно у вас же техника база мне конечно базовые знания все равно пришлось выучить и без наука это сложно делать и там и с компьютером и так далее но вот люди с музыкальным образованием очень часто жаловались что их есть какая-то такая зашоренности в голове да которые в свое время преподаватели им вбили в голову что вы ничего нового не сможете создать потому что все сочинено до вас у меня это этой планки нету собственно поэтому такая самонадежность может быть еще не все ничего сделано позволяет открыто заниматься творчеством там вопросик кажется ну не вопросик в целом то есть вам стопроцентно нужно смираться в том что это у вас будет засловно потенциал короче говоря у вас каком и есть это невероятно тем более все что с целью лето из образования это невероятно вот и концепцию лето можно повторить главную тему взрыва да я уже сказала себе об этом сереже да я почувствовала а есть какие то еще вопросы или давайте попробую съесть хоть одно яблоко без вот этого своего взрыва взрыва о современном обществе больно над ухо о себе у которого все так плохо не думая с этого ли ракурса вы бы с ним выгодней смотреть не решая все ли тебе в нем нравится оно прелесть по будь с яблоком с его зернами с жемчужной мякотью алым боком и не дискутируя с иллюзорными оппонентами о глубоком ну как тебе естся что тебе чувствуется как проходит минута твоей свободы как тебе прямое без доли искусственности высказывание природы здорово тут да продравшись через преграды все видишь сколько теряешь живя в уме да и какой тебе может даться любви и радости когда ты и яблоко не умеешь есть еще какие вопросы конечно кроме этих актеров есть еще и почему вы стремитесь в большом театральном красноярске приметать какие-то абсолютно из-за звездных театров из Пушкинского может из-за какого-то почему не своя группа ну почему не своя группа это такой вопрос это сложнее это сложнее ребята же не работают только у нас да это достаточно сложный механизм создания театра репертуарного то есть когда есть государство которое это поддерживает да ну это может существовать еще как-то хоть как-то там тоже свои подводные камни да ну независимый театр вообще очень интересный механизм который я давно уже изучаю как вообще это возможно существовать иногда вопреки существуют да независимый театр и поэтому я не имею возможности платить труппе ежедневно да то есть чтобы мне иметь их полное время да мне нужно им давать пол конечно конечно да поэтому поэтому ребята работают в других театрах где-то еще чтобы иметь возможность здесь заниматься тем что им хочется то есть мы при том что мы не имеем какой-то экономической там свободы да при этом мы имеем творческую свободу то есть нам никто ничего ни министерство никто не говорит нам о это плохо там это не делайте там или вот вам нужно от этого надо сделать ну такое тоже возможно это не цезура но в государственном театре есть определенные механизмы которые над тобой давление да а мы имеем свободу а ну вот я и говорю у нас зачастую не театральное пространство то есть у нас есть спектакль в баре у нас есть у нас был спектакль квест который проходил в помещении ДК то есть все ДК было вот это вот ну вот существовало почти заброшено да но нет да развелось такой большой культурный центр вот такие вот мы тоже были вещи когда здание становится участником да что у нас еще как есть спектакль да театр на крыше мы часто играем у нас есть ого да вот это как раз театр на крыше проходит у нас Мариус Майнбург мы много ну я стараюсь не собираюсь не только с арвентом другие русскую но мне очень интересно именно европейская там очень классная вся а кого поставили с Майнбург Майнбург урод урод въезд урод да урод урод такая хорошая въезд такая смачная вообще да урод 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 я поняла ты не хотел мне зла ты даже был предельно честен где-то ты просто оказался из числа людей не выходящих из бюджета не обижайся я ведь не в укор ты и такой мне бесконечно дорог хорош ты нет ли это сущий вздор любить так уж любить без оговорок я стала невеселая простила пускай тебя раскаянье не бложит сама себя попробую спасти никто другой спасти меня не может забудь меня из памяти сотри была и нет и крест поставь на этом а раны заживают изнутри а я еще уеду к морю летом я буду слушать как идет волна как в грохот шум ее перерастает как отступая шелестит она как будто книгу в вечности листает не помни лихом не сочти виной что я когда-то в жизнь твою вторгалась и не печалься все мое со мной и не сочувствуй я не торговалась хе-хе-хе да у кого-нибудь есть может быть еще вопросы какие-то о чем поговорить что самое главное нашей профессии быть честным быть честным создавителем с собой если тебе это нравится занимайся этим делать это в любой профессии тогда это очень сложно порой в смысле вот даже играть спектакль вчера когда я выходил волновался естественно что в зале пол зала знакомых лиц на меня все смотрят воспрятать меня как дальниковая на который вот когда ты здесь учился учителя все друзья и это очень очень сложно было быть честным как актеру в плане того что она отгородиться от того что я знаю зрителя лично и играть непосредственно спектакль действовать так как 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 нужно жить там а не в реальном да не вот в такой жизни и у меня только там получилось по честным ощущениям и это могло не быть заметно вообще но вот для меня это было так вот еще что нужно было двум женщинам я поняла а вы что нужно было вот этому вот парню очень хороший вопрос очень хорошо просто он он сам не знает этот парень потому что но он довольно упрямый зачем он очень наивный когда когда он создавал милу и когда он вообще создавал корпорацию он ну действительно в это верил в то что это поможет людям и так нужно он человек очень одинокий и он постоянно ищет свою вторую половину и не нашел ее среди людей он это понял поэтому он ударился в роботов начал создавать все это придумал эту корпорацию и она довольно успешно ну что к нему приходят все но параллельно он параллельно он ведет испытания на роботов чтобы сделать их лучше все ищет 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 да 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 это там на самом деле вообще непонятно и и в результате он приходит к тому что вот пока то есть во время спектакля вот создается такая вот лера которая очень похоже совершенно случайно и он будет тестирует и приходит к мысли о том что случайность она лучше чем запрограммированность она лучше чем идеальность и в итоге каким бы он ни был жизнью каким-то пафосным и самоуверенным очень многих своих суждениях в итоге он он все равно стрельг там каким-то из со страхом уходит туда в неизвестное в то что его ожидает он не знает что он ожидает и вот это как ну это его он понимает и только во время последней сцене даже после за кулисами уже дал он это поймет что его зацепила конкретно вот в лере вот это вот случайность которого не найдет никогда в мире в роботах тех кто запрограммировал вот эта роль мужчины здесь она такая очень эфемерная какая-то степень она такая знаете она вот я просто с автором я тоже ничего не рассказывала да а с автором пьесы этой мы общались лично и очень подробно она живет в москве мария зелинская на известный драматург она пишет много сценариев к фильмам сериалов такая продуктивный автор молодая и это веса наши популярные и ставят в москве нас и идет по мхате везде и дали другое название потому что вы рекординарино называется хуманика с инженерием что невозможно выговорить и невозможно писать его на афишу вот автор не обижается коррекционирует то как режиссеры придумывают название механика любви вот и пьеса женская про женская вот этого вот какое-то ощущение хотя в принципе свойственным человеку не смысле женщине на самом деле просто так получилось что именно про женщину вот это ощущение что вот я хочу быть самым идеальным чтобы ты меня любил вот я буду таким вот я буду таким да и ты будешь туда чтобы заполучить свою любовь такая скрытый эгоизм я хочу заполучить твою любовь и до этого я буду все для тебя делать вот так мне объяснила маша этот ключ и я его старалась передать и как бы мужчина у нее в этой пьесе но все равно там разойдет но все равно там нужно прослеживаться все на той линии и нужно нужно что-то играть для меня этот образ это про инфантилизм про инфантилизм да может недостаточно да ну такой да он может он может быть у женщин ну стремление у тебя есть играя что ты убедил что он так хотел да там есть у него вот это вообще он наивный он наивный очень то есть да это его ну что есть потребность осчастливить это уже хорошо это его выходит выходит да 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 он ее по другому трактовать на одну жку и линию да он как бы борьба да она борьба он хочет по-своему тоже поступить а тут он сражен он так и поставит да сразу нет он конечно понимает что он что-то про себя понимает но он очень умный человек умный да создать робота это вызов как бы вызов вообще природе ну вообще если у меня не получается а я вот возьму и против ваших правил то что такое создание вообще вот робота то есть вот у меня не получается с живыми людьми так скажем ну просто я сделаю по-своему все равно я буду сделать свое образец или лбу да 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 он с одной стороны очень эгоистичный человек с другой стороны он хочет всем помочь ну вот такого очень он да он вообще все проблемы сразу да 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 создание если вот так говорить мы ее опитили реально очень долго ну вообще очень долго полтора года и у нас были периоды когда мы ее бросали потому что мы не понимали что с ней делать вот и главный ключ наверное который мы нашли и когда мы уже ну уже бросили опять потом взяли и вот этот ключ который мы нашли заключался в том что идти мысли от веры от персонажей все тексты его все да вроде бы как главный персонаж не главный персонаж артур артур потому что этот мир который создан а он думаешь как мужчина собственно не думаю что они это женщина позволяет приблизиться к себе и когда мы поняли этот перевертыш вообще потому что она показалась нам поначалу в классные суперская столько актуальных текстов столько всего а потом таки как вы делали диалоги хорошие сначала перед ними же очень долгим аналоги чувствами делать это было такое зависание прям просто пока мы нашли это понимание вообще что это к чему она берет очень много то что слышит и все время хочется все запихать уже прошло достаточно времени и пора завершать наш процесс поэтому финальная мама мама умерла мама просто умерла пять минут назад была живая а теперь ее не отряд как же так мама твои добрые глаза всегда смотрели на меня теперь каменный взгляд мама я гад я гулял по ночам до тебя кричал а ты ждала и волосы стали седыми мама мама твои слезы я всегда встречал только спиной а мог бы встречать словами теплыми простыми мама ты переживала во всем мне помогала мама скажи почему ты ушла так рано мама 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 пожалуйста останься со мной мама ты у меня одна больше нет такой мама постой я не могу тебя терять я не сказал те слова которые должен был сказать мама 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 не уходи что же будет впереди без тебя мама прости 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 помнишь мы когда-то смотрели на звезды ты называла созвездие я смеялся а сейчас лишь слезы мам я плачу я на самом деле плачу но я все равно слезы прячу я не могу иначе и тут я проснулся это был лишь сон самый страшный сон спас телефона звон я встал оделся побежал по коридору короткие гудки мама положила трубку телефона мама я люблю тебя, мама ты самая лучшая на свете мам, когда ты рядом ярче солнце светит я люблю тебя, мама я люблю тебя, мама